МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, уважаемые зрители! В эфире телеканала «Союз» программа беседы с батюшкой в студии Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас сегодня я рад приветствовать священника Константина Карипанова, клирика Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга, старшего преподавателя Миссионерского института, автора и ведущего программы «Читаем добротолюбие и нравственное богословие» в эфире телеканала «Союз». Батюшка, добрый вечер, благословите! Здравствуйте, Бог благословит всех! 28 июля мы отметим День памяти святого равноапостольного князя Владимира и 1030-летие Крещения Руси. Поэтому предлагаю поговорить сегодня об этом историческом событии, ну и побеседовать о Крещении как о Таинстве Православной Церкви. Напомню нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы. Итак, Крещение Руси, каково значение этого события можем мы дать в наши дни? Вот, собственно, все, что есть с нашим государством, то и есть плод Крещения Руси. От Балтийского моря до Тихого океана – это плод Крещения Руси. Государственность русская – плод Крещения Руси. Русская культура, ну, по крайней мере, та часть, которой мы гордимся, и по которой нас знают в мире – это плод Крещения Руси. Русская традиционная семья, ну, их, слово сказать, любая традиционная семья, в смысле, в любой стране мира – это плод Крещения этого народа и плод Крещения этого государства, потому что именно христианство придало формы семье правильной и создало, как таковую, традиционную семью в тех варварских народах, которые когда-то приняли Крещение. Вот, и все это вместе – азбука, алфавит русский, язык – все это плод Крещения Руси. И на самом деле, ну, вот, скажем, есть такой документ – концепция духовно-нравственного воспитания гражданина России. Там, ну, это такой педагогический документ фундаментальный для воспитательной работы в школе. Там напрямую сказано, вот, все эти буквально педагогическим или педагогико-юридическим языком прописанные положения, вот, они есть, что православная вера является именно фундаментом, на котором выросла вся русская культура и русская государственность. И поэтому в воспитательной работе проходить мимо этого явления ни в коем случае невозможно. Ну, в наши дни, наверное, вы бы сочли, ну, какой-то, может быть, дикостью, если бы было какое-то насильственное определение религии для всего населения. Понятное дело, что большая часть населения принимала Крещение добровольно, но все равно часть людей противных этому, наверное, была. Но, тем не менее, в наши дни есть еще и государства, в которых происходит именно так, где насаживается нехристианство. Можем ли мы говорить о том, вообще, о допустимости такого насильственного привития, что ли, веры населению, вспоминая события тех лет, или, вот, с нашей колокольни в современном состоянии, это невозможно говорить о тех событиях, о том, что можно было, о том, что нельзя было? Ну, вот, скажем, ведь, если говорить о насильственном Крещении, кого бы там ни было, то понятно, что и евангельское понимание Крещения не предполагает вообще никакого насилия. И фактически его никогда и не было. И то, что касается Крещения Руси, речь идет об одном единственном эпизоде. Это Крещение Новгорода. Это единственное место, единственная точка в пространстве, в отношении которого было действительно применено насилие. Но не со стороны Церкви, а со стороны государства. И человек, который выступает в качестве крестителя, это именно светское лицо, оно и обозначено как светское лицо. Не епископ, и не священник, и не монах это делал. Это было светское государственное лицо, которое таким образом просто хотело предотвратить отпадение Новгорода к варягам обратно, к языческому народу. И для того, чтобы удержать его власти Киева, это был очень важный стратегически во всех отношениях город, и поэтому было применено такое насильственное крещение. Именно как государственное мероприятие государства, в данном случае иногда периодически в истории делало подобные ошибки не в отношении крещения кого-либо, очень часто это было в отношении, скажем, борьбы с какой-нибудь ересью периодически, такое бывало в истории Византийской империи. Государство, да, потому что других формов, форм воздействия на народ, государство в принципе и не знает. И по крайней мере, вот до 20 века не знало там, какие-то либеральные модели государственности появились в 17 веке и были даже применены в каких-то государствах, но в каких-то странах, но в целом государство, это и есть аппарат принуждения, аппарат насилия. В данном случае была использована для этого религия, могли использовать все, что угодно. Но это единственный такой момент. А во всех остальных порубежьях, во всех остальных народах, Муром, Вятичи, Поляне, Древляне, Мерия, Ростовская земля, вот, например, есть замечательное житие Леонтия Ростовского, епископа Исаия Ростовского, и там ясно очень показано, что никакого насилия не было, хотя эти населения, этих городов очень категорично посопротивлялась принятию христианства. И замечательный эпизод описан, например, в житие Константина, князя Михаила Муромского и его чад, как они крестили Муромскую землю, тоже вот, ну, каждый может почитать и обратиться. То есть, за исключением Новгорода, князь Владимир просто оставил это на действие именно церкви, и церковь никогда насилие не употребляла. К слову, можно сказать, ведь не только об языческих племенах, скажем, в отношении татар тоже никогда насилия не было. То есть, всегда это было особенно, вот, скажем, очень важной, недавно вспоминали, например, 21 июля празднование Казанской иконы Божьей Матери. Вот. Она как раз отражает, вот, кроме самого чудесного события, явления иконы Божьей Матери, это такой интересный срез истории Казани и истории христианизации Казани, где, вот, собственно, явление этой иконы помогло в христианизации Казани, потому что вот именно никаких, ну, силовых мер не было принято, а духовных никто не знал, с чего начать. И вот это явление иконы, оно стало такой точкой поворота, когда христиане Казани, то есть уже обратившиеся к христианству, они в этой иконе нашли именно подтверждение своей веры, а те, кто сомневался, те, кто искал, там, ну, колебался между исламом и христианством, они увидели явное действие чудо Божье, чудо, ну, когда на ваших глазах происходит столько исцелений, вот, вы неизбежно как бы... Люди были простые сердцем, они очень мало читали, очень мало думали, они были очень простые, где видели явление Божьей силы, туда и обращались. Поэтому насилие, на самом деле, это в рамках, скажем, христианского вероучения, это категорически невозможное явление жизни, но государство действительно иногда в своих целях, не только в России и в других странах, иногда даже гораздо более худшие эпизоды встречали, например, в попытке христианизации шведского народа, вот, да и много там других разных было явлений, или, например, скажем, 1066 год, насколько помню, это нормандское завоевание Англии, собственно, достаточно христианского государства, очень давно христианского государства, но независимого христианского государства, где вот именно Папа благословил вот это завоевание, разрушение сложившейся системы христианского устройства Англии, для того, чтобы подчинить ее римскому диктату, именно диктату Папы Римского, насилие было гораздо более глубоко, именно со стороны Церкви. Празднования Дня Крещения Руси пройдут в России на церковно-государственном, я бы сказал, уровне, и вот если говорить об объединении славян, которые в то время были крещены, то можно ли сказать, что современные празднования, они в какой-то мере являются таким поводом для духовного объединения, для такого ощущения, что все мы братья, ну и, конечно, речь идет и о Белоруссии, и об Украине, и тех странах, которые тоже, в общем-то, отмечают это событие как свое, как родное. И, если хотите, это почти официальный меморандум. Буквально вот на этой неделе состоялось мероприятие в Москве, насколько я знаю, там как раз посвященное тысячи тридцатилетию крещения Руси, и там было заявлено, в частности, Владимир Ликойда заявил, вот о том, что вот именно вот эту самую мысль, которую вы сейчас озвучили, что для народов Белоруссии, Украины, для народа Молдавии, это является, в том числе, это было помянуто, это является неким связующим мостом, и крещение Руси – это тот фундамент, на котором выросли наши народы. И поэтому это некая общность фундаментальная, вот в самом существе слова «фундамент», вот на этом фундаменте выросла история, состоялась история, в конце концов, государственность этих народов, культура этих народов, она выросла из единого того фундамента, который заложил крещением Руси великий князь Владимир. И поэтому отрицать это, это значит рубить сук, на котором ты сидишь, это просто разрушать фундамент, на котором ты сам вырос. Это невозможно, и, конечно, все игры с этим явлением никогда добром не закончатся. 1030 лет – это, по сути, половина того тысячелетия, в котором мы сейчас живем, на наших календарях 2018 год. Это огромный промежуток времени, который нам всем вообще сложно представить. А вот есть период, есть время, которое, наверное, у многих в памяти – это тысячелетие крещения Руси, 1988 год, и год, который еще называют вторым крещением Руси, когда, насколько я понимаю, было официально разрешено проводить церковные празднования, и в то время множество людей потянулись в храмы для того, чтобы в этот день совершить память равноапостольного князя Владимира, вспомнить историческое событие и принять таинство крещения самому. Как вы вспоминаете это время? Я сам время этого не вспоминаю, потому что 1988 год – это как раз самый пик моего служения в рядах Советской Армии. Я служил с 1987 по 1989, и поэтому, разумеется, никаких явлений, вот именно связанных с крещением Руси, я не знал, не видел. Я только слышал воспоминания людей, которые это событие пережили, будучи верующим. Разумеется, в 1988 году не был верующим, но первый раз в церковь я переступил именно в 1989 году. И как я уже потом понял, что сама возможность того, что я переступил порог церковный, порог храма, подошел к иконе, там вот помолился, сама эта возможность, она была обеспечена празднованием тысячелетия крещения Руси в 1988 году, потому что еще полтора года назад это бы не осталось без последствий. Молодой человек, ученик советского вуза, секретарь комсомольской организации, демобилизованный из войск советской армии, с крестом на шее, перешел в храм, и это не могло бы остаться незамеченным, тем более, что у меня родители были очень высокопоставленные люди в городе Верхняя Пышмай, и, разумеется, как-то это было обозначено, это никак не прошло, это было совершенно, никаких последствий не имело, я ничуть этому не удивлялся, потому что не знал, как может быть по-другому, только после, уже вот прожив достаточный период времени, узнав историю, понял, что вот это именно последствия эхо 1988 года. Для меня вот это оказалось значимым, и как тоже, так, тема для разговора особая, но как я понимаю теперь, что вообще мой путь к воротам храма, мой путь в церковь оказался чудесным образом коротким, то есть, по сути дела, вот 1988-1989 год, это пробуждение каждого думающего человека, то есть все как будто проснулись и бросились искать, и вот искали все где угодно, я знаю, скажем, судьбу многих священников, сколько они скитались по разным сектам, сеточкам, общинам, обществам, прежде чем дошли до храма, я просто, у меня возникла мысль, а как все вообще-то устроено, я просто пришел в церковь, единственный тогда в городе Екатеринбург, хотя жил в Верхней Пашме, у нас ничего подобного не было, и мой путь оказался чудесным образом коротким, только спустя лет 15 я понял, какое-то было чудесное явление, и до сих пор очень благодарю за это Бога, что Он просто взял меня за шкирку и прям поставил перед воротами храма, да, вот я не искал нигде ничего, сразу просто пришел, меня в нужное место ткнули, очевидно, это было очень важно для меня, и очень благодарен Богу, что это произошло. Да, спасибо Вам за Вашу личную историю, я думаю, что таких историй наших зрителей, которые сейчас смотрят программу, множество. До нас дозвонилась Валентина из Москвы, здравствуйте, как нас слышно? Добрый вечер, хорошо слышно. Батюшка, Вы могли бы мне объяснить, как понимать свойства Бога, личный, живой и неизменяемый, и в свете этих свойств, как строится отношение человека и Бога? Я поясню, что я имею в виду, что я хочу понять. Когда человек обращается в молитве с просьбой к Богу, если, допустим, его просьба выполняется, это действие Бога, как единичный какой-то акт в отношении человека, или все-таки это происходит из-за благоприятных изменений жизни самого человека? То есть человек приближается к Богу, или Господь своим каким-то личным воздействием конкретного человека помогает ему? Спасибо. Ну, это вопрос очень серьезный. Я вообще думаю, что он не для формата, скажем, короткой видеобеседы, тем более не для прямого эфира, и уж точно для подробных объяснений, потому что тогда просто бы пришлось тему сегодняшней беседы просто закрыть. Это мне бы до конца пришлось только на эту тему говорить. Я скажу несколько вещей, коротко. Во-первых, с этим вопросом, раз вы, тем более в Москве, нужно обратиться в любую духовную школу, потому что в Москве, я знаю, эти духовные школы Русской Православной Церкви имеют разные курсы, как раз для мирян, где вам подробно и очень так системно, методично на этот вопрос ответят. Второе, что я хотел сказать с основным, ну, то, что вы сказали слово «живой», я думаю, вы и сами понимаете, о чем идет речь. И действительно, это жизненность Бога, о том, что Он, не просто есть некая идея или мысль, или принцип, некий абсолют, совершенно, скажем так, чуждый человеческому восприятию. Это все не так. «Живой» — это значит, что Он реагирует на нашу жизнь. Он вмешивается, если хотите, в нашу жизнь. Он хочет вмешаться в нашу жизнь. И когда человек дает ему возможность вмешаться в нашу жизнь, то человек воспринимает это как проявление именно жизни живого, любящего, бесконечно милосердного существа. Вот обычно это пытаются передать, когда говорят о том, что Бог живой, что именно с Ним можно взаимодействовать. Вы это слово, собственно, и употребили, говоря об отношении. И третья вещь — важнейшим принципом в отношении того, что первичнее, что вторичнее. Благодатная энергия Бога, благодатное вмешательство Бога или возможность, то есть некое действие человеческой воли. Все это разрешает в известном православном принципе, который называется синергия, то есть совместное действие Бога и человек. Бог действует ровно настолько, насколько человек позволяет. И человек действует настолько, насколько у него хватает благодатных возможностей. Это общий принцип. На самом деле там очень много разных нюансов, но суть именно в том, что это всегда совместное действие и благодати, и человеческой воли. Но обычно, скажем, пытаясь это явление, скажем, сделать понятным для человека, обычно говорят, что благодать Божья предваряет человеческую волю, но предваряет, зная, какая реакция, какой ответ человеческой воли последует на это действие божественной благодати. Именно так рисует этот процесс апостол Павел в известном своем послании. Кого Бог предузнал, тех и предопределил быть. Кого предопределил, тех и призвал. То есть изначально как бы предполагается действие божественной воли, божественной благодати, но знающий, сознающий, представляющий, четко имеющий представление о том, как отреагирует на каждое действие божественной благодати человеческая воля. Но это, еще раз повторю, это некий такой вот дробный процесс. На самом деле, когда вникаешь в это в целостности, все значительно проще, но значительно сложнее все это объяснить человеческим языком. Лучше вот именно системно изучить, ну, в данном случае, вопросы догматического богословия. Спасибо. Вот если возвращаться к нашей теме крещения Руси и второго крещения Руси, мы говорили о том, что множество людей после тысячелетия крещения Руси и в этот год приняло таинство крещения, множество людей, которые искали, нашли то, что они искали, но, к сожалению, были те люди, которые, приняв таинство крещения, то, что они искали, не нашли и из награды храма вышли. И которые, может быть, до сегодняшнего дня до сих пор находятся в таком состоянии, когда они ищут и не могут найти. А как быть вот с этим состоянием, когда ты вроде бы и крещен по факту, но не крещен фактически? Вы сами ответили на этот вопрос. Если бы человек искал в крещении Христа, то, несомненно, бы он его нашел. Если он искал не Христа, а что-то другое, то, опять-таки, несомненно, что он этого не нашел. И поэтому он вышел, потому что того, что он искал, не нашел. Это честная, нормальная, хорошая позиция. Чтобы определить как-то свое дальнейшее бытие, допустим, как крещеного человека, нужно начать искать Христа. Потому что крещение – это именно переживание, образа Христа. Мне не нравится выражение личности Христа протестантской. Образа Христа, бытия Христа, дело Христа, которое он сделал. То есть, человек встречается со Христом. Для него именно он сам становится как живой Бог, ставший живым человеком. Он становится для вот этого человека самым значимым. тогда ни один человек не уйдет из церкви. Не уйдет. Потому что, ну скажем, вот мне, раз уж мы в лирику уже ударили сегодня, вот, часто говорят о том, что вот эта причина, эта причина, эта причина, ну, оттолкнули людей из церкви. я знаю множество людей, вот, могу сказать про себя, когда я первый раз зашел в храм, меня отругала женщина, которая стояла у подсвечника, и увидев, я только что пришел с армии, то есть, буквально, это два, полтора месяца и с армией пришел, у меня была татуировка на руке, я ее потом свел, но она была в тот момент, и она сказала, вот из-за этого ты никогда не спасешься. То есть, перестань ставить свечи, иди вон, это бесполезно, потому что ты обречен на вечную погибель, но это не вывело меня из церкви, хотя я зашел первый раз в храм, и, разумеется, ничего еще не знал, и вполне мог бы смутиться, и потом, в течение жизни, я видел много разного, и слышал очень много разного, но ни меня, ни множество моих друзей, пришедших в конце 80-х, в начале 90-х храм, это не оттолкнуло, не вывело из церкви, и даже не могло вывести, потому что, ну, любой пришедший в церковь понимает, что есть люди, которые немощны, которые больны, которые просто мало знают, или мало умеют, просто у них плохое настроение, это же не повод, чтобы выходить из церкви, мы же пришли не к этим людям, и даже не к этой иконе, мы пришли сюда, к Богу, мало ли кого мы встречаем, придя к Богу, мы принимаем всех, мы должны принять их всех, мы пришли же не к ним, мы пришли к Богу, куда нам от него идти, как когда-то Христос просил своих учеников, апостолов, апостолов, и говорит, там смутились многие, слушающие его словами, он сказал, может, и вы хотите идти, он говорит, Господи, куда нам идти, у тебя слова вечной жизни, вот это вот, любой пришедший в церковь человек должен сказать, Господи, куда нам идти, ты здесь живешь, куда я тебя пойду, выйти, и что я буду делать, если ты здесь живешь, и поэтому людям, которые вышли, я считаю, что в этом ничего плохого нет, как однажды, один мудрый священник, который очень люблю и очень уважаю, он, переживая уход одной из своих подопечных, которую он оглашал, которую он крестил, вот, и работал с ней много, она вот перестала ходить в храм, он очень переживал, очень много молился, ну, это долго очень было, он так вот, там, расстроенный, и вдруг однажды звонит мне и говорит, я думал, она ушла из церкви, она просто ушла в пустыню, ну, как Христос после крещения ушел в пустыню, то есть, вот это такой образ, что человек, просто переживая действия благодати, данные ему после крещения, он иногда начинает бороться, искать с сомнениями, с переживаниями, о которых раньше он ничего не подозревал, он начинает думать, он начинает размышлять над разными вещами, читать, а вообще-то он становится честным, то есть, он пытается определить свое собственное отношение к тому, что он узнал, что он пережил и что он услышал, раньше он пришел в церковь, потому что это было интересно, потому что это было возвышено, потому что был хороший священник, и вот его покрестили, и он начинает осознавать себя по отношению ко Христу, он зачем в церкви, потому что здесь хорал красивый, потому что хор, потому что иконы, потому что батюшка, или потому что цены дешевы, или потому что здесь Христос, и вот этот процесс определения, собственного определения по отношению ко Христу, который живет в церкви, он занимает порой несколько лет у человека, и то, что он вышел для того, чтобы подумать, зачем он сюда хочет снова зайти, это некий тайм-аут, длиной может быть целую жизнь, но он вернется, но вернется, потому что он осознал, что здесь Христос, это гораздо важнее, чем человек может проходить всю жизнь в храм, так и не пережив Христа, он просто ему не нужен, просто здесь хорошие люди, с которыми интересно общаться, он любит это общение, Христос, какой Христос, зачем, да ладно, бросьте, у меня был такой опыт встречи с человеком, который прожил в церкви, ну, служа в церкви на разных послушаниях, гораздо больше моего, он уже пожилой человек, и вот однажды, собираясь за столом по поводу празднования преображения, вот, кто-то из нас сказал о том, что вот интересно, вот интересно, как вот это видеть, фаворский свет, это ж на горе преображения, это ж дорого, он махнул рукой, о чем вы говорите, это ж все сказки, никакого фаворского света не было, да и Христа тоже не было, это человек, который прожил в церкви более 30 лет, работая разно, там даже в епархии работая, вот он ушел на пенсию, он все время был при храме, но он ничего не знает о Христе, он не верит во Христа. Да, это получается какое-то лицемерие, потому что лучше по-честному признаться себе, что я пока не готов, да, я принял крещение, но я возьму время подумать, да, вместо того, чтобы прийти, ходить десятилетиями, кивать головой, молиться, креститься, и делать благообразный вид, забывая обо всем этом, выходя за пороги храма. Ну, мы помним евангельскую историю о крещении Спасителя в водах Иордана Иоанном Предтечи, Предтечи и церковь, которого именуют Крестителем. А вот тогда, наверное, стоит поговорить о том, а в чем смысл был вот этого омовения в водах Иордана еще до пришествия Христа. В смысле, почему Иоанн Креститель омывал... Да, почему он... А в ожидании именно предтеч... В ожидании именно Христа это была первая важная его задача. Он говорит, я послан именно для того, чтобы указать на того, кто возьмет грех мира. Вот, это была его главная задача. То есть, чтобы Христос не сам на себя показывал, а что человек, уважаемый иудейским обществом, со всех сторон уважаемый, безупречный, чтобы он, как свидетель истины, засвидетельствовал, что вот это и есть Агнец, берущий грех в мире, грех мира на себя. А в целом, его задача омовения, она была общей практикой. То есть, знаем, например, Елисей посылал Нейманов, чтобы он умывался в водах Иордана. То есть, это обычная процедура, пророческая процедура некоторых обществ иудейской того времени, которые именно в омовении очищали себя через исповедание, через произнесение определенных исповедных формулов, очищали себя от грехов, поскольку других рек, таких вот священных рек в этой области не было, все приходили на Иордане. То есть, он не был, не делал нечто из ряда вон выходящее. Он занимался общепринятой практикой того времени, просто сам он был человеком безупречным, потому что он почти ничего не ел, у него не было никакой собственности вообще. И это пророческие вдохновения у него было, обличительное пророческое вдохновение. И поэтому иудеи просто прониклись к нему особому уважению. И в этом его главный, он предтеча, он именно человек, который должен указать на Христа. А крестил он в очищении грехов, то есть, такое священное мовение, которое во многих народах присутствовало. Сакраментальной силы это мовение не имеет. И поэтому, например, в деянии апостолов описывается событие, когда пришел некий человек в Эфес, который знал только крещение Иоанна, который крещение христианское не знал, и ему необходимо было восполнить этот недостаток. Апостолы это дело сделали, скиллы и прескиллы, кажется, это дело осуществили, помогли ему лучше понять и принять крещение Святым Духом. Так же, как, собственно, и сейчас, например, есть некая христианская традиция на территории России, скажем, так называемые киржаки, например, хотя их много разных названий, но суть в том, что это старобрядцы, которые потеряли священников, и за неимение священников они принимают крещение только в воде с произнесением крещальную форму. Крещается рабожий, разумеется, молитвы читают, там необходимые требники у них есть, но они не знают крещение Святым Духом, не знают таинства миропомазания, и когда подобный человек обращается в церковь, он хочет стать членом церкви, и восполняется это крещение, то есть ему над ним совершается таинство миропомазания, потому что по вере церкви само по себе вот только крещение водой, омовение водой недостаточно для жизни, полноцы церковной жизни. Стоит поговорить о том, как, ну уже вы в частности об этом немножко раскрыли этот вопрос, как поменялось то крещение, которым крестил Иоанн, предтеча, и крещение как таинство, которое сегодня есть в церкви, как некий акт принятия христианства. Ну, смысл крещения Иоаннова был в очищении от грехов, омовении от нечистоты, которой давал грех. Она не очищала полностью от грехов и не могла очистить, потому что Христос еще не пришел. Но вот эту нечистоту, в которой запачкался человек, вот это крещение, оно помогало очисть, почувствовать себя очищенным. Это не избавляло их от принесения положенных жертв, но давало им пережить ощущение чистоты, потому что многие в Израиле в то время в силу традиционности потеряли веру обычному жертвоприношению и искали чего-то нового, вот приходили на воды, чтобы омыться очиститься от последствий совершенного греха. И это просто давало очищение. Крещение, которое принимают в церкви, есть соединение с Богом. То есть в таинстве крещения, во всем комплексе делаемых там священно-действий, человек соединяется с Богом. Он теперь с Богом представляет собой некое единое, нерасторжимое целое. Бог живет в этом человеке, и человек живет в Боге. То есть получается некое совершенно новое бытие. Поэтому Христос и говорит возрождение, рождение заново даже. Вот человек рождается заново от воды и духа. Он рождается как Сын Божий. Он рождается от Бога, рождается в Боге, живет Богом и питается Богом и ничем другим жить и питаться по существу таинства крещения человек теперь и не может. Поэтому Евхаристия причащая становится его повседневной пищей. Именно так он растет и возрастает во Христе. Из Константина хотел бы затронуть такой вопрос как крещение младенцев. Вот с одной стороны в семье христиан которые ходят в храм исповедуются причащаются святых христовых тайн у них появляется младенец естественное желание чтобы этот младенец вместе с ними был на службе и принимал тело и кровь христовы. А вот с другой стороны это все-таки выбор родителей но не ребенка самого а истории потом могут быть разные и может быть ребенок останется в лоне церкви будет церковным человеком а может и нет а вот как думаете нужно дожидаться того момента чтобы ребенок все-таки сам созрел для того чтобы принять таинство это конечно же решают родители но практика церкви изначально такого не знает и конечно можно сослаться на житие скажем григория богослова который был крещен достаточно более чем зрелом возрасте но та практика которая засвидетельствована священным писанием она предполагает крещение всей семьи крестился общая формула книги деяний крестился он и дом его все кто был в доме то есть дом это вот он господин этого дома не важно дети жена слуги рабыни те кто предстоит его своим господином они принимают крещение и по другому было просто и немыслим и в этом смысле это некая рафинированная я бы сказал практика вот подрастет сам вырастет конечно иногда можно найти успешные результаты такой практики но в целом это просто неправильный подход и неправильное решение вопроса я русский человек и мой сын русский человек мой и он не выбирает русский он или не русский конечно он может в 30 лет уехать в Америку выучить английский язык и назвать себя американцем вот но он все равно будет русским человеком уехавшим в Америку и забывшим свою Россию он может учить будет учить в школе Пушкина но потом скажет мне не нужен Пушкин я хочу читать скажем Лонгфелло или еще кого-нибудь там Марка Твена вот настоящая литература и уехать в Америку и читать американскую литературу но он будет человек который не полюбил Пушкина а полюбил Твена вот и все то есть на самом деле в конце концов мы в традиционном обществе человек рождается мужчина и должен с этим что-то делать и должен вести себя как мужчина должен осознать что он мужчина и совершенно не важно кем он хочет быть он может стать женщиной пожалуйста современные технологии позволяют но он будет мужчина который не сумел стать мужчиной а предпочел быть женщиной это его проблемы но есть некое призвание от которого он отрекся так и с верой человек рождается в православной семье и совершенно органично жить по православу семья живет православным понятно что есть семьи где скажем один человек православный другой неверующий там это они как-то вопросы будут урегулировать и решать но в семье православной совершенно естественно и органично воспитывать человека в православной традиции как мы воспитываем его в лоне русской культуры русской литературы нашего фольклора наших сказок и так далее мы не ждем когда он выберет что читать скажем сказки братьев грима или сказки про бабу игу Марка Твена или Пушкина мы вводим его в мир мировой культуры как русского человека мы можем вести его в мир религий как православного христианин он вырастет и определится оставаться он православным или уйти в другую религию это его выбор будет но мы должны сделать так чтобы воспитать его именно православного человека и это не решение за него никакой выбора он всегда этот выбор сделает как его сделал Иуда например или как сделал его апостол Петр никто не решает его выбора но мы даем ему лучше что у нас есть и в этом родительский долг дать ребенку то лучшее что есть в мире религии ту веру которую мы сами считаем истинной и у нас есть основания считать что она истинной но проблема именно в том что люди крестя ребенка вовсе не собираются ни воцерковлять его ни вводить его в мир православной веры потому что веры этой они не живут в этом проблема что православной веры надо жить питать себя и питать свою семью скажем в наше время известная проблема скажем что дети верующих семей порывают с верой или скажем даже дети священников особенно актуальная проблема не разделяет пути своих отцов но скажем 200 лет назад такого не было значит проблема не в самой вере а в том как мы ее транслируем тем людям которых мы любим больше всего на свете и эта проблема многогранная но это проблема которая должна решаться не тем что мы даем человеку выбор это просто неестественно нелогично с таким же успехом просто скажем и узнаешь вот сам решишь вот вырастешь и разберешься какой язык тебе учить какие книжки читать мы тебе ничего читать не будем говорить тебе ничего не будем нравственно тебя учить не будем может ты захочешь бандитом стать но определишься как-нибудь сам выберешь нет родитель это тот человек который отвечает за все в ребенке раньше например взрослый человек скажем в Афинах он обязан был дать человеку по своему ребенку образование профессиональный навык он обязан был это сделать как уж с этим определиться ребенок это его дело но он должен научить его заниматься какой-то работой это его родительский долг вот мой родительский долг научить приобщить точнее своих детей той вере вере которой я сам живу тому что я считаю самым главным в своей жизни и в жизни человечества вообще это лучшее что я могу дать своему ребенку примет он это хорошо не примет это его выбор который должен принять так же как тот отец из притчи о блудном сыне который отпустил своего сына на страну долечь это его выбор и я должен его тоже принять да спасибо вам конечно забота о ребенке это очень важно и ну так вот действительно не скажешь ребенку зима решай сам пойдешь ты зимой босиком на улице или будешь одет в теплый пуховик нет мы одеваем на него этот пуховик и ребенок находится в тепле и если вот проводить такую простую аналогию с тем что мы выбираем для него место где он будет учиться куда он пойдет в садик куда он на какие секции будет ходить это по сути тоже можно сказать в какой-то степени не выбор ребенка а некое направление родителя а там уж ребенка действительно есть своя воля идти дальше этой дорогой или нет спасибо вам за то что вот так вот как-то поставили все на свои места у нас есть еще один звонок до этого к сожалению несколько звонков у нас сорвалось напомню номер телефона 379-65-70 здравствуйте задавайте вас вопрос и сначала представьтесь здравствуйте меня зовут Андрей я из города Тверь мы вас слушаем здравствуйте батюшка здравствуйте ведущий у меня вот такой вопрос все мы знаем что искушения они очень полезны для духовного роста человека вот и у меня вот такой вопрос для чего мы Бога в молитвах просим избавить нас от искушений вот и второй вопрос сразу же задам тогда вот как вы считаете отец Константинов что полезнее для человека не поддаться противостоять искушению выдержать или все-таки поддаться а потом покаяться вот как вы считаете со второго начну это есть в нашей православной среде такой бродячий анекдот самый лучший способ победить искушение это поддаться ему потому что сразу оно отступает но покаяться просто так не получится каждый сделанный шаг рождает привычку воли воля становится слабее если сопротивляться в отношении первого сложившегося искушения трудно то сопротивляться при втором будет еще труднее при третьем еще труднее то есть всякий раз падая мы приобретаем навык грешить все больше и больше и поэтому конечно этот скажем я согрешу а потом покаюсь этот принцип не работает потому что рассказать о грехе мы можем покаяние предполагает исцеление от самой возможности подаваться этому греху и вот покаяться будет как раз с каждым разом все труднее и труднее а то что касается молитвы отче наш очень распространенный вопрос но смысл-то его именно в том чтобы нас Господь оградил от тех искушений которых мы перенести не можем от чтобы наша слабость была покрыта его милостью чтобы он не допустил тем обстоятельствам и скорбям которые превышают возможности нашего слабого немощного естества докучать нам ну например скажем вот человек идет без молитвы без упования в какое-нибудь место скажем в ресторан и берет заказывает там столик заказывает все что необходимо к этому ресторану он не молится он просто пришел покушать вот немножко выпил не того немножко перекушал не того в общем там девушки танцуют что-то вот какой-то флир завязался ну дальше не буду продолжать ему выбраться из этой ситуации становится трудно он сам попал в это искушение но попал он не только тем что понятно что войдя в ресторан подвергает душу свои искушения но если он заходит то есть сохраняет упование на Бога если молитва на его устах его сердце то скорее всего просто не зайдет в ресторан но если все-таки необходимо он хочет очень ест другой возможности поесть у него нет он заходит и просит избавить искушение то ничего не происходит то он не хочет выпить он хочет только поесть он не переедает он не видит никаких девушек он спокойно удовлетворил свою потребность покушать и вышел неуязвленным то есть всякий раз мы обращаемся к Богу что вот это те искушения которые подстерегают наше немощное естество чтобы они на нас не свалились если человек как Пьер Безухов слаб по поводу женского пола то молящийся человек идет по улице молясь и он не видит что вокруг есть соблазнительные девушки приходя в офис он их не видит вот но искушения приходят другие не те которые для него очень болезненные они приходят другие те которые по силам перенести и вот именно этого и хочет с нами Бог чтобы скорби были и испытания были но не те которые постоянно нам бьют поддых и которые сваливают нас в пути которых мы именно перенести не в состоянии потому что они самое слабое место наше бьют искушение искушение рознь человек приходит в общество людей которые выпивают ему нет никакого искушения потому что он водку на дух не переносит у него нет соблазна он говорит с ними о Христе или делает то что необходимо делать и ходит неповрежденным ничего с ним не было это искушение да это испытание да но совсем другое говорить с людьми выпивающими пьющими о чем-то серьезном очень трудно он вынес но ничего подвергающего и душ опасности не произошло этот же самый человек входит в общество скажем девушек имея слабость в отношении блудной страсти и он не может ничего делать потому что он попал в место которое для него трудно выносить его со всех сторон встретил искушение потому что он не помолился потому что он не возложил упование на Бога что Бог от этого именно от того искушения которое вынести он не в состоянии то искушение которое грозит ему душевной гибелью смертью вот именно от этого искушения Бог его не оградил вот это важно сознавать понимать именно не знаю вот для меня скажем особенно когда что-то тяжелое встречается в моей жизни для меня особый вот такое ударение акцент на прошение Господи избавь мне искушение чтобы именно то что я не смогу перенести то что повредит моей душе оно не случилось но трудность от этого не меняется надо идти надо верить надо говорить надо терпеть но это то что я могу вынести а есть то что я вынести не могу будем стараться что по нашим молитвам у нас не будет таких искушений которые мы не можем вынести нашего небесного пусть не будет у нас таких искушений которые мы не можем вынести Дед Константин благодарю вас за сегодняшнюю программу у нас время в эфире уже подошло к концу а не напомню нашим зрителям священник Константин Карипанов клирик Свято-Троицкого Кафедрального Собора Екатеринбурга преподаватель Миссионерского Института Екатеринбургской Епархии ну и ведущий программ читаем Евангелие читаем Добротолюбие нравственное богословие 30-летие Крещения Руси празднование этой даты 28 июля пройдет во многих городах нашей необъятной Родины а также среди стран наших братьев славян ну и также о Таинстве Крещения его значении спасибо вам за этот разговор спасибо до свидания Редактор субтитров А.Семкин